Привет, дружище, мы с тобой продолжаем выживание в арк на сервере Undead Arc. Ссылочку на этот проект ты сможешь найти в описании. А также, совсем скоро, у них состоится старт нового 2 мэнтрайб кластера. С ограничением на 2 человека в тайбе. Ну а тем временем мы продолжаем выживание на Small Tribe Classic. И это 3 серия, и если по какой-то причине ты пропустил предыдущие ролики, то ссылочку на весь плодист этого сезона я Я оставлю в описании и вот тебе аннотация сверху. Ну если ты на канале новенький, то обязательно подписывайся на канал, а также не забывай нажимать на колокольчик, чтобы тебе приходили оповещения о всех новых сериях по выживанию в арке. С момента нашего старта прошли примерно уже сутки. А я всё ещё не был сотого урона, поэтому мы пошли в болотную пещеру на Айленде качаться. Вот чело. Серьёзно? Тут уже кто-то умер что ли? Ну чисто хитим и всё. Не, забей этот Мегатерион дропу. Ну походу уже чуть почистили пещеру, нам меньше достанется. А, тут присвящено. Не садись, опыта больше получишь. Жалко мы столько хитина не вывезем, блядь. Вот тут я согласен. Но мы же сюда не за хитином, а за лавелом по сути-то шли, правильно? Ну слушай, я на птере не смогу отсюда улететь с хитином. А вон есть луч. А у тебя много веса? Ой, да много, сейчас скажу. 350 килограмм у меня птер столько не вывезет. Не, забей, я на парашюте до лучика сейчас долечу как раз сам это. К сожалению, за один заход качун в 100 уровень так и не получилось, потому что перед нами уже кто-то зачистил пещеру, и мобы не успели отреспауниться. И нам досталось слишком малого опыта. И мы вернулись на карту Вальгуэра, где была наша база. Нам нужно было пролететь полностью всю карту, чтобы знать где, у кого и какие базы. А также зарейдить всех, кто живет в Редхоллах, поскольку в Редхоллах жить нельзя. Ну и постараться за сегодня зарейдить всех, кто на нас нападает. И кто более-менее развит, чтобы подмять под себя полностью всю карту. Если бы к нам кто-то и приходил, то приходил не с нашей карты. А им бы пришлось трансфериться с других карт, что уже не так удобно для грифа. В Редхолле походу нашел базу. Продать аргента просит. Почему не болосится? Я в заболосил уже. У нас там есть какой-то 160-й бомжовый аргент. За что купишь? Тихо, 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 тихо. Я Редхолл нашел с турками, лайтами. Трейпов бан. Трейпов бан, понятно, блядь. Но они в Редхолле поселились. Так что, продадим им аргенту-то что-то? За порох давай. Все, готов. Раз, два, три. Слушай, а что они не стреляют? Иди, отойди, нахуй. Что? Иди, взрывай. Почему они не стреляли? Что за херня? Они вдруг кто поставил, они стреляли. Их друг в другу поставили. Какие-то реально гении-строители. А Илюша? А, это Илюша, Дэнсер? Да, да, да. Это те, кого мы с нефтянки выселяли в первый день. Отойдите. Ой, блядь. А мы же их убили сегодня на грифонах вот этих челиков. Ну мы их уже слишком сильно душим. О, красавика. Нормальный халява. Нахуя я брал, блядь? Нет, с другой стороны, они сами виноваты, что в Рэдхолле поселились. Еще рофу, блядь. А че там сишка? Че там сишка должно? Если бы они тут не поселились, мы бы их даже не трогали с этими двумя турками. Да. Весело. Берите все и пошли отсюда. О, бур на 128. Нормально. Ребята, для игроков в арк у меня важная информация. Уже в эту пятницу, 23 апреля, стартует новый кластер 2Ment Tribe. С ограничением на 2 человека в трайбе, без альянсов. Это идеальный сервер для игры вдвоем с другом. Ну либо если ты одинокий воин, то этот сервер тоже для тебя подойдет. Если ты играешь один в трайбе, то для тебя будет работать соло-фарм-мод. То есть ты можешь настроить анкилу или колобка на автоматические удары, схватить его аргентом или другой летающей живкой и полететь спокойно фармить. Это значительно поможет соло-игрокам не отставать от других трайбов. Новые игроки получают 3 дня ПВЕ-защиты для спокойного развития. Но если вы ПВП-машина, то вы можете выключить ПВЕ-защиту. Также на сервере вы встретите уникальные моды и плагины, которых нету на других серверах. Одной из уникальных особенностей сервера является внутриигровой магазин, в котором за время, проведенное на сервере и за убийство других игроков вы будете получать поинты. И за них покупать все, что вам не хватает, начиная от ресурсов и заканчивая оружием едино. И это только небольшая часть от всего, что там есть. Сервера доступны только для Steam игроков. Ссылка и подробная информация о старте этого сервера в описании. Залетайте уже в эту пятницу на старт новых два менов соло или вдвоем с другом. И помните, самый сильный трайп получит 15 тысяч. Парни, у меня проблема. Я нашел базу на высоких скалах, но тут грифон. Как у меня так перехватил? Ясно. Может кто-то подлететь на грифоне ЕХЗ? Я как бы на птере очень долго против него не продержусь. Вот как он меня перехватывает так? Киберкотлет конченый. Не-не-не-не-не. Сука. Я еще на этом птере не могу нормальный вес с собой таскать, чтобы грифону перегружать. Ну, ладно. Я, короче, сейчас походу около этого луча умру. Че, коль ты гуся? Около скал зеленый луч. Ага, летит зеленый. Но я пока все еще секоль-то. Сможешь идти драться? Не, у меня птер сейчас умрет. У него уже ни стамины, ни хп нету. Я лечу. Так, я подлетаю к зеленому. У меня птер сейчас умрет. А мы ему на кол нахадим его нахуй. Так, я на зеленом. Я сверху над зеленым. На скалах. Понял, наверх. У меня тут база рядом. Все, минус птер. Главное, чтобы ты выжил. Я, скорее всего, умру. Я на половине. На половине пути. Так, я над, но я не понимаю. Снизу, снизу. Я уже вниз упал. На сколько вы сверху? Вниз, вниз, говорю. Внизу. Ты уже снизу? Сука. Я здесь еще не знаю. Не грабло наездника. Говорю, дочек, как голубок. Еще рапторы. Все, еще одна тычка, я умру. Не, ладно, заберем. Улетай. Мы знаем, где у них база. Я не понимаю, где-то. Забери, все, улетая туда. У них база очень большая. Я на зеленом прямо летаю по кругу, я не пойму, где-то. А где вы говорили, в Секое база еще есть какая-то с турками? Блядь, подальше. Ты че нашел, бейс? Да, блядь, ну, пиздец. А ты хорош. Там, ну... Там органика? Нет, там именно меня турки разъебали. Я нашел? Серьезно? Это в какой-то меня ходил? И там 4 лайта, по-моему, стоит. Да, именно этого убила. Руби, бомб, ах, ебать. Адел-то. Ну что, готовьтесь. Все, все, все. Так, трехована. Еще один бегит, еще один бегит. Готовьте заходить. Ну, там прибрал, да, ебать. Все, 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 уронил. Нахуй. Как же изи. Теперь нужно наживку и убивать им тут все. Блядь, заебал он своими бочками, а? Блядь. Так пошел ты. Грабнул. Крут. Угу. Забылся ее. Сохо покидали, а нахуй. Они все, на нейтрал взвиснули. Ох. Я на Грифана. Блядь, еще по гиге. Блядя, я без гига. Требуется метрат байстер. А им без гиги. Что тут происходит, блядь? Что тут происходит? Блядь, ебать, ебать, ебать. Ажимка нейтральная, блядь. А-а-а-а. вы что-то в кожевке умрите слушай, это пиздец, это пиздец слушай, вы реально не поумираете тут все что происходит? блядь, меня птиц сейчас убью ебать медведь, блядь что может там происходит? отстаньте, ебаные птицы, блядь это вы вот так прикольно на фарм ходите, типа? ага весело вам ну я не знаю, может быть еще кто-то на грифоне там подлетит я не знаю, поможет хорош хотя я им в принципе так много перебил а, меня арген еще пиздец, ебать ой бездушный лис, ух, какой ник у нас все тут от хата ни хая не осталось о, в креоподиках жилка, два тягача, диадон и медведь ебать металла медведь, ребят, ебать надо таскать, ты что, я не хочу фармить сколько металла? металл уже надо переносить, ебать там его дохуя у нас кексаль грузовой или хп-шный? хп-шный, блядь тут полтинник криоподов, наверное, где-то где? вон в сумке о, ебать ни хуя броня есть в принципе цветная какая-то кто-то пришел школьник, говорит, вот, бешал сдох че? я даже не умер хх-хх-хх-хх я вам просто базу сует цветнул о, патрошки уже на голема седло цветная есть смысл на аргенте весь хз хз ну, я не знаю, типа да, есть у меня аргент очень хорошен ну, вообще, да-да-да о, нихуя второго аргента тоже с Танисси еще один голый, блядь, нам кили заболел он ща побрет братан, ты умер хх-хх просто в три огнемета обоссали его и гачу хх-хх-хх сам голый Коля, ты свою тезку убил, блядь о, не-е-ет что же делать? хх-хх-х пацаны только это да ну нахуй ты меня сжёшь я разговариваю спокойно, блядь я ничего не пытаюсь я с комиком в трайбе хх-ххх поэтому не будут рассказывать всем что я со школьниками неадекватными играю нормально я поменьше достал славил тером все это последний поел чел подняв с этой базы ресов и стаффа мы на плюс морали пошли дальше чекать другие базы которые тоже стремительно развиваются и представляют нам угрозу а базу около которой меня убил пацан на грифоне мы решили оставить напоследок и зарядить их самым профитным способом поскольку там ребята развиты значительно лучше нас там я на желтый подлетел короче внизу около желтого блять я вообще бомжа ну чё вылетаем тогда получается они уже пока вылете у меня же фир пройдет а где грифон то а их тут двое-двое а нашел оптера мы зафуярили поймал 1 грифон и не наш или наш грифон и наш там где-то снизу бегать просто пикируйте и вон там а это все убил 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 ну ой зачем ты меня цепляешь по за другой улетел да попробуй меня так в реальном пупость зацепить козел улетел и вообще его хотел поднять взял взял мне дали вот но к ниже сняли сняли его ну все габелка еще зажарю листок это которых мы все кое зародили сумочка в отдыхе за мной в терку фигайся так вы окажется не такие бесполезные выгодя мы притомили это нормально шоу с камень жарится камень жарится ну да типа вы голяма на печке поставили у вас нормально она же таки должно быть а так вот гача ну ко мне стул выпал а мне зеркало выпало кайф я его на выходе повешу чтобы не забывали какие вы урода не то его зачем вешать мне так твоя молка говорю что я самый красивый в мире первый раз за эти сутки еще фарм на анкиле сука именно поэтому мы сильный правит может не фарм рейдис проще смотря прочь до связи а как вы относитесь к 150 му медведю в чужой томилке да у дебил мод прилетите вырубить и медведя за то муча вот эти грифонами это не пиздили дай-ка это походу которые эти на скалах живут они больно бьются очень фига там по 700 по 800 но у меня уж поинка пояснили так теперь делаем наши все цветы у меня не цветной за один цветом за одним гоняюсь он поход на стаминный датами стамины может их как-то отличие я отлетел оттуда сложно одного поймал уходит но у него стаминный сука у него кнут ой тут вива еще лайки не получилось летите на базу пак на базу все летите вы чичи все эти всех серебрал на взорвали от я это я с граника пошло вообще их граб надо сюда не вижу не моя я слышал взрыв меня заболосили ракеты у меня за граб этим в карте колью там их пацан впервесе меня грабнуть ему же не могу меня ищите ну кнутом ударься уберите стас сейчас секунду гарпы гарпы очень серьезно без грабов и без кнутов ну гарпы есть у кого пацаны и все у меня утащили блять пиздец с вас в ахуе ни грабов ни кнутов вас нету так вот это уже надо быть аккуратней я по-моему перегрузил в его я за рпг да я это не пройдет уже вообще не у него его очевидно пробки а вот это да не что-то муж байтит чё за хуйня ебать если может быть это записывается сразу все но это было уже сбойки тогда закипал нахуй чё это за но мы друг друга перегрузить не можем если он сейчас попробовать черт я перегружаю он ломает одну шмотку перегрузил а нет у миску с прошлом у них раскачиваем ох вот это вот именно вот это мэш был сейчас стенку ударил вот что опять он вообще нормально и труб типа он через стенку убил пайло он подбил перед грифон убил через стенку да 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 как мы жмать пофиксили же давно нет нет тут в нем там капец просто стой дай раздербаним чекайте там вверх на верную верную веру что она ушла а там помимо грифонов понятно да ясно нам выходить сейчас вообще смысла нету вы краб за сколько купили тысячи сколько там 1650 до 24 поинта это нормально тебя можно еще поинтов накопить еще второго взять пойду еще на дорогах для нефтянки краб топ от аргент где не вижу как аргент уйдет бей вот он где сзади тебя на обрыве вижу кира он спрятался а игру аргент игра будет все снял и у меня сняли и 1 убил на аргенте последний остался не понял все аргент тоже убил фуза ну наконец-то хотя бы нормальная промка начинает в этом траве появляться чувств происходит где-то дрянь ходу бил да что мы игра по так у меня еще вторая скотина где-то картошку спидал походу бегомосакс уже свалил отсюда ближе к вечеру в нашем трэбе случилось чудо в онлайне наконец-таки собралось все шестеро человек и это был явный знак что пора идти на босса и открывать тебя наконец-то так инграмы хоть сервер и называется классик пвп тут все-таки доступны некоторые инграмы большая часть из них конечно же вырезана но оставлены самые необходимые для выживания и комфортной игры поскольку выращенных носорогов нас было только у половины трайба мы немного побоялись идти на альфа босса и пошли проходить среднего босса бегу бегу трансмиттер римпликаторов все топ готова теген перчатки все хорошо бежу к ночи я решил пролететься еще разок посмотреть базы чеките стрим мне кажется это просто база пушка лютейшие парня честно клиффе живут наша стабильная активность 3 дня под клифф только на официальный поверье с них поднимите с них поднимите стопудово големов потому что или голем они закреподили это чё за мамон внизу где водного на блуждании кстати парни к тебе рейтайм такой же как вчера 25 минут можно это это хороший можно реально за моего птера отомстить ставишь под них клифф строишься прям под их точно я щас наверно лакалку пойду проверить все это открывайте стрим по моему у меня все нормально получилось прям подстроиться к ним но нужно с клиффа строить да чё так мишка таков а выше не получится в графском крив скроме на криф крафтся только вредные зале вот уже блочит может чуть-чуть повыше его воткнуть но так в целом смотрим прямо в базу ровно можно будет зайти у них там турки не и сплошняком на стене стоят а слева и справа большую часть обвешана так что я думаю что должно получиться напоминаю что это именно те пацаны которых я нашел днем и один из них меня яростно пытался убить на грифоне где-то спустя 3-4 минуты ему все-таки удалось убить моего птера и отправился в вальхаллу но я считаю что должок за птера точно нужно возвращать ну и в принципе это осталось последняя развитая база которая нам реально представляет угрозу у этих типов развития явно протекают лучше чем у нас так что я считаю что такое точно нужно поправить весь процесс подстройки я показывать не буду так как для большинства это будет скучно а буду показывать только ключевые моменты и еще во время этого рейда получилась очень неприятная ситуация я уже не раз говорил на стримах и писал дискорде андеда что самое безопасное время для игры от как раз день или около вечер то что в это время как обычно бывает много онлайна и мало кто ходит друг друга рейдить а самое опасное время для ру игроков это как раз ночи ранее утро поэтому если вы хотите что ваша база была постоянно в безопасности то вам желательно в это время быть сети так как больше половины баз падает именно в это время поскольку наша оборона состояла из десяти хэвиков на ночь оставлять нашу базу было очень опрометчивым решением и поэтому нам пришлось играть ночью но и так как нам было скучно оформить нам всегда впаду мы решили себя немного развлечь и зарейдить наших единственных сильных противников на этой карте ведь они богаче нас по ресурсам и опережают наше развитие и это значит что зарейдив их мы станем в два раза сильнее чем собственно и занялись но во время когда мы рейдили их базу на нашу пришли люди с другой карты вашего шаги тиранодон джошки джошки прошли чуть раньше он не к нам опять пришли пингай она теперь и кто-то к вам пытается залететь на суицидных прикольно это 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 ли то с центра пришел пытается челсу первого уровня идите короче на базу я тут один справлюсь и один тут будут подстраивать вы идите на базу дефать а вот вижу птера сидло синее 33 900 чел натуре с граником я тут сам дострою все это идите базу дефать а коля то там продолжаем он долетел кстати нет ну до стены долетел до чем он думал что у нас турки на стене но он думал что там турки на стене так а дружно подключаемся на стрим и балдеем считайте я уже зарейдил им базу прям все как на локал очки вышло красиво все самое главное чтоб меня турки слева не убили так там же можно было снаружи поставить тихо да реально га чураш молча месяц но тут очень ювелирно строить крылья помойки за себя говорили ну все я прям к ним пристроился крео поставил хуй пустых стенка когда лекарь дальше так у него то на дальнейшем но нормально тут стоит все столько закрыть в руки идёт блять чем нахуй сука пойди по какой ты можешь такси так но справа я полностью закрыл слева может быть что-то будет стрелять так все самое главное не проебаться и нужный потолок подобрать а то это может все упасть так это по идее ничего не держит вова я также говорил один раз у него все упало блин когда на вершину привести человек сломал их че кровати вообще сломать все что они снаружи пещеры поставили там спальники посмотрите еще надеюсь за эту ночь они больше к нам не придут так я помню даже генератор у них слышу и станок там какой-то шумит все потухло верхней тут же овнулись справа нет справа справа турки ов слева турки нихуя него 2 2 сплавной короче может снимки ну чё с богом ай 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 а я понял я панка с рук стрелу ты внутри умер или нет нет все нормально ты уже застроил стенкой я вот как-то дай пройти не внутри спокойно все милом слева турки убили все едва внутри там пит жесткий лечь игр прокопенко ну все пацаны наигрались получается слушает у них че репликатор там стоит или че такое светится посмотри реплик серьезно это реплик блять они походу тоже боссов прошли как и мы геник взорвал сразу же на фитки и строительство сука не взорвало у меня граники есть до еды не надо вот эти сумки полтай на чертеже канонали первую очередь надо ебануть правый правый шкафчик нефтоген готовы есть но гарантики оружие у них рельса цветная есть он смотри на перекрытие на платье смотри ты проебал самый охуенный он в сихе у них рельса 400 трочки 150 урона приезжал самый главный этот шкаф отойдем в игре чаще пошел он называется букинг букинг селфу там турок нету вот-вот за тобой прям он стоит а это клуб рп это фига сломать и нахуй рп а чем ты заебешься ломать 150 тысяч ну то на чем он так и что он вниз это все хата это все хата блять турки всего или мады гор могу рп то что остается на земле не они к нам готовились у них треки есть короче над вами труба вот она работает ну справа дот слева дот и 1 турок от левого доты , а так по сути дом весел к носу я им кровать сломал но это вы удачно пробочку но них база компактная типа тут был очень сложно не промахнуться на самом деле я бы плакал если бы у них тут сейфы были куда я строил и батя сильно друзьям у школе расскажут тихо не ждал это не это нос винтовки сломаю делать как мы сейчас виталию господи это плейдер танка для лохов чё по кому стреляют я сейчас смысле там турки через диногейт меня убили кайф это только турку турки металл ух ты у них еще и селитр тут много два голема и верно ктиру короче это кайф у нас живки x2 все сразу резко стала гриф он еще халявный цель кстати самец не надо это это того стоило возле облачек и эскейп одновременно я орб сломал что теперь нормальный да теперь нормальный урон проходит машина сверху турки опускать проводку сломал все по идее сверху должен турки функцию в то время как мы все еще рейдили эту базу к нам в пещеру пришли уже второй раз за эту ночь пытаться нас рейдить но увы у них опять ничего не получилось все что ушли все они свернулись и бежали изи дефы боже ну они народа хуели блять каркина с гига блять смысле парни знают как это контрить коля ты кицали застраиваешь да какой кицаль я чтоб пристройку пытаюсь сделать все слева люстру я уже положил там слева дальний дот еще остался и по моему еще справа дот у них стоит сверху работает еще по моему все отчетливее не получается да есть 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 я справа которые турки работали я их все овнул только слева остались что поставил турки на крафт так сколько них патрон полтора к патрон в каждой турке по ходу будет сейчас вот это я понимаю у нас на базе по 500 патрон заряжена в 10 х веков у них вся база из хэвиков по полтора к пушки мы бомжи парк этажи по факту лишает тебе жизни ты по моему там что-то сломал да ты рама сломал на который только стояли все вся базов на то все турки сломать и залутать патрона ну в таком ужасном месте строится я считаю надо быть как минимум гением перебор это наоборот как бы люди на наконец-таки начнут может быть задуматься и башку тупорыл и блять как объяснить что блять есть такая у меня да не андрей забей это вообще бесполезно у меня на канале еще два года назад ролики выходили как я пристройка вот так перестраивался к клиффом к базам спокойно все это рейдил нет люди все равно им пофигу они все равно строятся в этих конченных местах чтобы их вот так вот просто изи рейдили этих игроков вообще никогда не исправить грубо говоря участок элементарность ты пошли например не рейдить обспать ну да так он нас там разряжать понимаешь 10 минут на тройке и все а потом учатич писали что ха 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 ху 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 ну типа на руси рах вот смысла нету днем вечером играть тип весь контент только ночью происходит ну что самый прибыльный рейд и тебя всегда приходит рейд только ночью что у дружицы спасибо тебе большое за просмотр и надеюсь тебе эта серия понравилась если это так то обязательно поставь лайки напиши комментарий а если ты на канале новенький, то обязательно подписывайся на канал, а также не забывай нажимать на колокольчик и выбирать пункт «Все оповещения», чтобы тебе приходили оповещения о всех новых сериях по выживанию в арке. Я напоминаю, что плейлист этого сезона есть в описании и вот ещё раз аннотация сверху, если вдруг ты по каким-то причинам пропустил предыдущие серии. И на этом заканчивается наш второй день выживания на сервере Undead Ark, ссылочка на который есть в описании. А также напоминаю, что совсем скоро, в эту пятницу, 23 апреля, состоится старт 2 мэнтрэп кластера, где ограничения на 2 человека в трэпе – это идеальный сервер для того, чтобы поиграть вдвоём с другом, ну либо почилить в соло. Кластер состоит из всех официальных карт, кроме Скорча. А также самый сильный трэп кластера получит 15 тысяч рублей. Более подробную информацию ты сможешь найти по ссылке в описании. На этом я с вами прощаюсь, всем удачи и до скорой встречи в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok